Кто стал студентом года? Истинный лидер. Благотворительная ярмарка. Я очень рада, что меня позвали на это мероприятие. Я считаю, что оно очень полезное для детей, так как оно их учит добру. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Арина Мухаммедшина. Подведены итоги отбора среди университетов. Участников программы Миноборнауки России «Приоритет-2030» на специальную часть гранта. КФУ стал участником трека «Территориальное и отраслевое лидерство». Университет вошел в первую группу вузов. Всего в нее вошли 7 учебных заведений России. Победители, помимо гранта, до конца 2023 года суммарно на всю группу получат более 6 миллиардов рублей. В Казанском федеральном университете состоялась церемония награждения победителей и лауреатов ежегодной премии «Студент года КФУ». О том, как прошло мероприятие, расскажем далее. 22 декабря в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась ежегодная церемония награждения победителей и лауреатов премии «Студент года КФУ». На мероприятии присутствовали Ленар Сафин, ректор Казанского университета, и Дмитрий Таюрский, первый проректор, проректор по научной деятельности. В начале церемонии с приветственным словом выступил Ленар Сафин. В конце года по традиции всегда подводятся итоги, и сегодня мы будем подводить итоги номинации «Лучший студент КФУ» определять вас, наши дорогие студенты. Вы, безусловно, все лидеры, все достойные, все активно учитесь, ведете общественную работу. Поэтому, я думаю, что вы и дальше будете также защищать и с честью нести звание студентов Казанского федерального университета. Премия «Студент года» – значимое событие для студентов Казанского университета. По итогам церемонии награждения были названы имена победителей в 24 номинациях. В блоке «Социально значимая деятельность» лучшим студенческим отрядом был назван студенческий педагогический отряд «Тайгер» Институт информационных технологий и интеллектуальных систем. Лучшим участником студенческих отрядов стала Наталья Шилова, магистрант Института филологии и межкультурной коммуникации. Звание «Лучший иностранный студент» присвоили Асламу Ханнану, магистранту Института филологии и межкультурной коммуникации из Индии. Специальный приз «Лучший выпускник подготовительного факультета» получила Маналу Расмариани из Института управления экономики и финансов. Лучшим волонтером стала студентка 4-го курса Института экологии и природопользования Софья Хакимова. Звание лучшего профорга получил магистрант Института международных отношений Степан Раков. В блоке «Творческое направление» звание «Творческая личность» получила студентка 4-го курса Института филологии и межкультурной коммуникации Сырья Морданова. Лучшим студенческим творческим коллективом стал ансамбль народной песни «Смородина» Института управления экономики и финансов. Лучший культург по итогам года Никита Ведяев, студент 4-го курса Института геологии и нефтегазовых технологий. Открытием года стала студентка 2-го курса Института управления экономики и финансов Ксения Перепелица. В номинации «Интеллект года» в области гуманитарных и социально-экономических наук победила Эльвина Ахмедянова, студентка 4-го курса Елабужского института. Звание «Интеллект года» в области естественных и физико-математических наук получил Александр Кочмаржик, студент 5-го курса Химического института. Лучший магистрант в области гуманитарных и социально-экономических наук Илья Тарасов, магистрант Института филологии и межкультурной коммуникации. Лучший магистрант в области естественных и физико-математических наук Ева Кузнецова, магистрант Института фундаментальной медицины и биологии. Лучшими аспирантами в области гуманитарных, социально-экономических, естественных и физико-математических наук стали Фадис Мурзаханов, аспирант Института физики, и Рустам Шасмуддинов, аспирант Института филологии и межкультурной коммуникации. В блоке «Студенческая инициатива» лучшим студенческим предпринимательским проектом стал проект «Микробренд одежд West Coast» юридического факультета. Звание «Лучшая студенческая антикоррупционная комиссия» получила «Студенческая антикоррупционная комиссия юридического факультета», «Лучшее информационное освещение», «Медиа-центр», «Труба» Института физики. Специальный приз получила Елизавета Мухортова, студентка третьего курса. В номинации «Лучшая студенческая инициатива» победил проект «Тизуку» Института филологии и межкультурной коммуникации. Блок «Студенческий потенциал». Здесь лучшим спортсменом стал студент 4-го курса Института геологии и нефтегазовых технологий Кирилл Пушин, лучшие спортторги, студент 4-го курса юридического факультета Азат Кашапов и студент 4-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Владислав Кузора. Лучшим студенческим советом общежития стал студенческий совет общежития номер 9 студенческого городка. Победители в номинации «Лучшая студенческая общественная организация» – «Общество инженеров-нефтяников» УСПЕ «Студент» Института геологии и нефтегазовых технологий, студенческое научное общество Института психологии и образования «Формулы успеха» и студенческий совет Института управления экономикой и финансов. Лучшим общественником признали студента 4-го курса Института международных отношений Руслана Садреддинова. В блоке «Лучший преподаватель-воспитатель» лучшими стали Татьяна Анисимова, заведующая кафедрой математики и прикладной информатики Елабужского института, Сурья Гельмашина, заведующая кафедрой химического образования и химического института, Венера Закирова, заведующая кафедрой начального образования Института психологии и образования, Эльвира Закирова – заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института филологии и межкультурной коммуникации. Владимир Морозов – заведующий кафедр минералогии и литологии Института геологии и нефтегазовых технологий. Гульчачак Потенко – доцент кафедры социально-гуманитарных наук Набережной Челнинского института. Ильдар Тарханов – научный руководитель юридического факультета. Борис Эйдельман – доцент кафедры сервиса и туризма Института управления экономики и финансов. Обладателями гран-при конкурса в этом году стали сразу два кандидата – студент шестого курса ИФМИП Амар Хусейн и аспирант ИМО Никита Лихачев. Премию вручили ректор Казанского университета Ленар Сафин и обладатель гран-при конкурса «Студент года КФУ-2021», гран-при российской национальной премии «Студент года-2021» Денис Давыдов. Адалина Абдрахманова, Фариза Хитуглы, Университет. В Казанском университете прошел урок лидерства. Кто такой лидер и какими качествами он должен обладать, расскажет наш корреспондент. В Институте управления экономики и финансов помощник президента Республики Татарстан Альбер Гельмудинов провел уроки лидерства – курс личностного развития. В мире существует 86 определений лидерства, но кто это такой, знают немногие. Мы определяем лидера как человека, который берет ответственность на себя за свою собственную жизнь. Понимаете? Потому что если мы определяем лидера как человека, который способен вести за собой большие коллективы, конечно, такое определение имеет право на существование, но такими лидерами могут быть, эксперты оценили, лидерами нации, полководцами, могут быть где-то 2-3-4% людей, не больше. Лидерские качества врожденные или приобретенные. На эту тему ученые спорят со времен древних греков и римлян. Первой наиболее известной теорией лидерства была теория, что человек рождается лидером. По прошествию времени исследователи убедились, что качество лидера можно сформировать и развить. На курсе спикер также затронул тему образования. Альберт Гельмудинов отметил, что оно составляет всего 15% нашей жизнедеятельности, остальное – это личностное развитие. Вы должны иметь мощный интеллект, который способен проанализировать, найти решение любой задачи. Это получается только в результате тренировки. Без тренировки никто не сможет промежать марафон, правильно? Точно так же без тренировки интеллекта никто не сможет решить новую маршрусную задачу. Цель данных уроков – развитие лидерских качеств выпускников вузов и таких аспектов, как саморазвитие, карьера, наставничество. Курс позволяет осознанно подойти к построению не только успешной профессиональной карьеры, но и в целом счастливой жизни. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Елабужском институте КФУ состоялась благотворительная ярмарка «Добрый университет». Подробности – далее. Все мы, не только ученики, но и сотрудники, преподаватели, но и наши родители, члены нашей семьи – это вся большая семья Казанского федерального университета. Нам очень хочется, чтобы к добрым делам был причастен, безусловно, каждый член семьи. Первая благотворительная ярмарка «Добрый университет» состоялась в Елабужском институте КФУ. Участники мероприятия представили посетителям сувениры, новогодние подарки и кулинарные изделия собственного производства. Вырученные средства объединились с ранее собранными пожертвованиями и отправили на покупку ортопедических приспособлений, а также на помощь семьям мобилизированных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Так, благодаря ярмарке, юный елабужанин Вячеслав Кобелев получил в подарок велотренажер для занятий по реабилитации. А учащиеся университетской школы КФУ братья и щук уже в ближайшее время получат аппарат для глиноступных суставов и новую ортопедическую обувь. Это очень важно для нас и нужно. Спасибо всем огромное. Мероприятие посетил глава Елабужского района Рустем Нуреев, а также заместитель руководителя исполкома Елабужского района по социальным вопросам Надир Курамшин и генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. То, что человек может руками сделать, если это еще в какую-то идеологию объединить, я считаю, это эффект десятикратный просто получается. Все молодцы своими руками очень азартно продают, с азартом делают, с любовью и прилагают творческие усилия. Я очень рада, что меня позвали на это мероприятие. Я считаю, что оно очень полезное для детей, так как оно их учит добру, учит общаться и сплочает коллективы. И так здорово, что все мы здесь собрались, нашей большой семьей. Здесь и школа, и колледж, и институт. Это нас так сближает, сплочает, особенно перед таким праздником. Сейчас Новый год, и это время делать хорошие, добрые дела. И вообще замечательно, что мы благотворительностью занимаемся. Я уже даже успела прикупить себе несколько подарочков, сувенирчиков небольших. И я рада, что эти деньги пойдут на такое замечательное дело. По результатам ярмарки удалось собрать 78 тысяч рублей. Общая сумма материальной помощи вместе с пожертвованиями составила 105 тысяч рублей. Маргарита Михайлова, Универньюс. Студенты юридического факультета Казанского федерального университета организовали в здании вуза новогоднюю фотозону. Окунуться в атмосферу наступающего праздника смогли все желающие. В ближайшее время фотографии появятся в соцсетях факультета. На этом все. В студии была Арина Мухамедшина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok